Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я нашим зрителям напомню, что с нами сегодня Виктор Николаевич Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины и экс-замглавы Службы безопасности Украины. Виктор Николаевич, ну, хотела бы с вами поговорить сегодня о очень важных и актуальных вопросах. Начнем с того теракта, который уже больше недели широко обсуждается везде. И о самом теракте и его последствиях, в том числе для нас, для Украины. Я хочу спросить у вас о теракте в Крокусе, в Подмосковье. Вы как человек профессиональный, как человек не просто, который является экспертом, а понимает, как устроена работа российских спецслужб изнутри, и каким образом они раньше действовали, или как Путин организовывал до этого теракты на протяжении всей своей, собственно говоря, президентской, как бы, президентской деятельности. Скажите, пожалуйста, вот учитывая то, что мы на сегодня уже знаем, ваш вывод, теракт в Крокусе, что это было, и кто это организовал, и кто за этим стоит? Ну, я думаю, что надо все-таки оперировать фактами, ну, и немножко меньше обращать внимание на всякие конспирологические версии. Ну, например, такие, которые меня просто удивили, да, там, что вот в зале были люди, которые одинаково были одеты, они там что-то контролируют. На самом деле, на самом деле, ну, чтобы так, как бы, предпосылкой, есть такая, есть такие вещи, например, американцы очень четко это используют, например, при охранных мероприятиях, да, то есть у них, когда идет охрана каких-нибудь лиц, то там либо значки какие-то одинаковые, либо какие-то элементы одежды должны быть одинаковые, одеты они должны быть одинаковые, то есть есть такое, не исключено. Ну, вот чтобы так вот среди тысяч, шести тысяч человек куда-то туда в джинсах и в синих футболках, ну, такое дело. Поэтому будем оперировать фактами. Факты говорят просто... Извините, Виктор Николаевич, там еще, кроме того, что синие джинсы и синие кофты, там еще, я видела, и Арестовича туда вплели, что один из них в синих джинсах и кофте был якобы Алексей Арестович, и он это все еще и курировал. Ну, это к тому, что вы говорите, вот все эти конспирологические, то есть дошли даже до такого. Поэтому будем оперировать фактами, а потом уже версиями. Факты какие были? Факты то, что в начале марта очень серьезные страны предупредили своих граждан про возможность теракта. Причем они четко сказали, откуда это все может быть и где это может произойти ориентировочно. Учитывая, что один из залов, который постоянно используется в Москве, это именно вот этот вот Крокус Сити Холл, он действительно мог быть основным таким объектом для нападения. То есть они 7 марта, как теперь известно, передали, кроме того, что они озвучили это публично, они еще передали информацию, ну, Бортников говорит, например, что это была общего характера информация. Я думаю, что она была немножко более подробная, чем то, что они озвучили для всех, и Бортников немножко лукавил. Потом мы узнали информацию от Буданова, что еще 15 марта, то есть фактически за неделю до этих событий, Россия через свое разведывательное управление в Сирии получила аналогичное предупреждение, и она, кроме этой информации, которая была возможна общего характера, она еще получила разведывательную информацию, которая подтвердила возможность этого нападения. То есть Россия знала про нападение, это вот факт. Потом мы видели какое-то дикое отношение правоохранителей к тому, что происходило. То есть вообще как-то реакция, даже не реакция, а ее отсутствие. Ну как, целое подразделение полиции, оказывается, было расположено в этом Крокус-сити-холле, то есть они реально должны были как-то реагировать, это раз. Потом все просто, ну вот, с кем я не общался и кто не комментировал, особенно вот мне понравился комментарий Гудкова, это полковник, бывший полковник ФСБ, он рассказывал, что он не только этот Крокус-холл хорошо знает, но он знает систему безопасности, которая сейчас введена в Россию. То есть там в каждом маленьком магазине есть видеокамера, не то, что такой Крокус-холл. То есть есть специальное помещение защищенное, где две недели должны сохраняться видеоинформация с камер. То есть это вообще как-то не сработало, причем там сидят специалисты, которые должны были по этим всем моментам сразу передавать информацию куда-то в правоохранительные органы. Потом идет информация, ну, потом мы видели, почему-то не работали эти рамки, да, как-то непонятно металлические. Ну ладно, бог с ним, рамки можно было прорвать. Но там были люди с собаками, кинологи были. И я так понимаю, что это были штатные кинологи полиции, а не какие-то там приглашенные лица. То есть, ну, они были в униформе. То есть, а вот эти вот, что полтора часа не приехало, вообще никакой реакции не было. И только через полтора часа какие-то там действия начались, уже когда все пылало, и никто ничего не... Вот эти все наслоения вот этой всей информации, оно уже тогда отрабатывает какие-то, ну, общие, очень интересные какие-то моменты, которые говорят про два возможных варианта. Первый вариант. О чем это нам говорит? Да. Первый говорит о том, что система российских правоохранительных органов и спецслужб, она полностью уничтожена. То есть, она за последние годы была направлена не на противодействие реальным террористическим угрозам, а на противодействие собственному народу, который пытался провести какие-то там свои свободные какие-то вещи в публичное пространство. То есть, они были направлены на противодействие только народу и сами придумывали эти все факты. Я наблюдал за этой деградацией, начиная где-то с 2014 года, когда наблюдал внимание, ну, зачем это все было... Ну, почем это все было видно? Ну, представьте себе уголовное дело по террористическому акту, по которому проходил Сенцов в Крыму. Но это настолько было абсурдно. Ну, неужели они все это не видели? Они это все видели. И вот эта деградация, то есть, вместо того, чтобы действительно искать экстремистов, действительно противодействовать, они себе поставили очень удобную линию Украина, украинские активисты, и штамповали по одной схеме террористические акты, какие-то диверсионные группы, визитки Яроша, майнкафт на украинском языке. Вот это все, оно просто заполнило профессионализм. И за эти 10 лет, начиная с 2014 года, фактически я так подозреваю, что профессионалы куда-то делись. Они куда-то просто улетучились. И это все должно было когда-то где-то прорвать. Вот это вот оно и прорвало. Это вот один из вариантов, который мне приходит сразу на голову. Поэтому они и цепляются сейчас за эту версию Украины, куда-то тянут. Ну, поймите правильно, все основные игроки противодействия терроризму в мире, особенно то, что касается ИДИЛ, они сразу же моментально сказали, ну, есть четкий почерк, есть признание самих ИДИЛовцев, есть информация, которая подтверждается разведывательными каналами. Зачем притягивать за уши то, чего нет? Они сами себя затягивают в какую-то такую, ну, яму. Я, 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 в связи с этим, я сразу вспоминаю сказку про волка. Знаете, когда волки, волки, ну, когда... Про волки, волки, все прибегают, волков нету. Волки, волки, волков нету. В конце концов, когда пришли волки, когда пришел ИДИЛ. Никто не поверил. И никто не будет помогать. Потому что ИДИЛ четко заявил, после того, что вы сделали с нашими задержанными, мы теперь понимаем, кто наш враг ИДИЛ. Очень, очень как-то так вот, вот за весь период своего существования, он обходил Россию. Почему? Потому что есть информация, что около 10 тысяч человек, ИДИЛовцев, активных ИДИЛовцев, я не беру жен, там, детей, 10 тысяч бойцов активных, это граждане Российской Федерации. Из них около 3 тысяч, те, которые прошли спецподготовку в армии Российской Федерации. Из этих 3 тысяч, около тысячи, но, может, немножко меньше, специальные подразделения, из которых около сотни прошли, не поверите, подготовку ФСБ в Альфе. То есть, ФСБшники являются ИГИЛовцами? Да, да. Они выходцы из мусульманской среды, это раз. Потом была информация о том, что крайне радикальные некоторые лица, не мусульмане, приняли мусульманство и пошли туда, потому что им импонировала сама идея, не знаю, что они там нашли. Ну вот, и это приблизительный подсчет, никто ж не брал. То есть, для них Россия всегда была базой отдыха, там где-то как-то пополнение своих рядов. То есть, они никак не ставили ее на один, ну, на шок. Ну, более того, Путин ведь все эти годы показывал свое всяческое расположение и сколько всяких, сколько всякой помощи делал. После того, как Россия активно начала противодействовать и помоять режиму в Сирии, начала активно принимать участие в боевых действиях в Сирии. А еще более того, когда уже за последние два года она вошла в контакт и дружеские отношения с Ираном, где, кстати, недавно был очень сильный теракт, про который мало кто вспоминает и говорит. Там подорвали очень большое количество людей на кладбище во время похоронов. И это как раз, ИДИЛ как раз и принял в себя эту ответственность и сказал, что это начало активной фазы войны с нашими врагами. То есть, фактически, то, что произошло в России, это продолжение. ИДИЛ как раз, очень часто вопрос к мне, как я стал успешным и много. Просто я прожил таке жизнь и получил такой опыт, который привел меня к тому, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто бы прожил как я и сделал свои правильные выяснения, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы получать опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживали моё життя. Я запускаю особистое наставництво ближнє коло. Это не тренинг и не навчання. Это открытие многих дверей, которые вам считаются зачиненными. Количество ограничено, а участников я буду выбирать лично через анкету. Это мой практический опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы выполнить анкету и узнать больше про программу, переходите за посыланием. ИДИЛ сам по себе, понятно, что это фантомное государство, фантомная организация, которая имеет своих представителей в многих структурах, но основной её плод диагности это именно террористические акты. Для чего? Потому что чем больше террористических актов, тем больше финансовая поддержка, тем больше идёт к ним членов какой-то организации, пополнение, всё. И они нашли слабое звено. Вот именно слабое звено. Если в Иране, там они не прекращают борьбу с ИДИЛом, как оперативная составляющая, в Сирии идёт противодействие военное, то в России не готовы к эскалации вот этих вот всех моментов. Я так долго говорю, подвожу к другому моменту. Подвожу к тому моменту, что есть ещё одна версия, что имея информацию про то, что теракт может быть произведён, русские попытались взять его под контроль и использовать в своих интересах. Ну, в интересах каких? Понятно, против Украины, против Запада. Буданов, кстати, очень чётко сказал, что в очень многих спецслужбах всегда, ну, даже не в многих, а во всех спецслужбах, всегда пытаются взять под контроль те или другие экстремистские структуры. Политические, левые, правые, там, фундаменталистские, религиозные. И манипулировать ими. Россия не исключение, наоборот. Она ещё и на этом делала всегда очень много моментов. И можно там войти в исторические ракурсы и вспомнить, что в Крыму при Советском Союзе было целое военное училище и полигон, где готовились целые спецгруппы для Латинской Америки, Северной Африки, Ближнего Востока. Там же готовились палестинские бригады. Я говорю ещё раз, Латинская Америка, Северная Африка. Это было целое военное училище, где готовились как просто боевики, так и даже офицеры, фактически, которые могли брать на себя ответственность. Соответственно, контакты остались до сих пор. Что с палестинцами, что с Ближним Востоком, Даним. И когда афганцы фактически перешли, ну, отошли от боёв с Советским Союзом и переключились на борьбу с коалицией, особенно после 2000 года, основная масса этих людей, которые воевали с Соединёнными Штатами и коалицией, это были не пуштуны, которые были до каких-то там годов контролируемые, ну, не контролируемые, а более-менее в контакте с западными спецслужбами и воевали против Советского Союза. А это были как раз те представители Северной коалиции, которые в своей массе составляли. Это были узбеки, это были такжики, это были те национальности, которые были представлены, в том числе и в Советском Союзе. И Россия активно это использовала для себя, для разведывательной информации, для влияния на это всё. К чему я веду? Я веду к тому, что в российских спецслужбах были контакты. Есть возможность контролировать эти все процессы. Но они, наверное, просто не думали, что это может выйти за какие-то рамки и закончиться тем, чем оно закончилось. Не исключено, что там были какие-то тяжёлые взаимоотношения между условными башнями, которых мы называем. Кому-то это было выгодно, кому-то это было невыгодно. Кто-то хотел в очередной раз кого-то подставить. Там, не знаю, ФСБшники, МВД, МВД ФСБшников. Закончилось тем, чем закончилось. Я не буду сейчас рассказывать про то, что, как идиловцы говорят, что мы ждали их, мы хотели смерти и ждали их в помещении, они не пришли. И мы сели на эту машину, которая была уже засвечена, и 350 километров куда-то ехали. Но это ещё раз говорит про отсутствие профессионализма в России. Причём ехали не в направлении Белоруссии, а не доехали 15 километров. Почему-то рассказывает нам про, не знаю, про какое-то окно в границе. Теперь уже другая версия, что там в Украине их ждали чуть ли не с наградами и медалями. И не знаю, там что, их принимали бы на высшем уровне и показывали бы, видите, всё-таки они что-то сделали. Абсурд само это понятие, абсурдно. России очень выгодно. Нисколько притянуть Украину как ответственную за возможность причастности к этому теракту, сколько показать в мире, что Украина стала рассадником террористов. И вот эта вот база, про которую я рассказывал, что они проходили учения, они подготовку лечились, база пополнения своих рядов, что она плавно переместилась в Украину с России. Ну, смотрите, это-то не получилось сделать. То есть это явно они хотели сделать. Явно на это был расчёт, но это как раз то, что не получилось. Получилось вызвать, переключить внимание на какое-то время и типа вызвать жалость к агрессору, что вот агрессор тоже жертва, мол, бедные у них, они подверглись террористическому акту. Ну, сколько стран выразили им соболезнования, там флаги приспустили и так далее. Всё это правильно, но ситуация стоит, ну, вопрос в чём стоит? Вопрос в том стоит, что в ближайшее время ИДИЛ нашёл слабое звено, и это звено может в очередной раз где-нибудь прорвать. Это вы имеете в виду и в России, да? Что там легко устраивать. Именно в России, да. И что они будут в дальнейшем делать, если они сейчас чётко не поймут, что им надо прекратить украинскую риторику, им надо выйти на неофициальные контакты с западными спецслужбами и попытаться противодействовать ИДИЛу нормально, в нормальных этих вот, в нормальных рамках и предотвратить теракт, будущий теракт. А то, что они могут быть, это, ну, сто процентов. Виктор Николаевич, ну как террористы одни могут контактировать с цивилизованными западными спецслужбами, чтобы нейтрализовать террористов других? Ну, это же нонсенс. То есть это же те же террористы, просто у этих масштаб больше, потому что они в открытую пошли на Украину, геноцид делают, пытки. Я сейчас об этом вас тоже спрошу, но перед этим. Смотрите, ИГИЛ выступила с заявлением официальным после этого уже теракта, что они теперь не просто России угрожают, они угрожают ликвидацией Путину и расправой лично ему. Скажите, пожалуйста, учитывая это и учитывая то, что вы рассказали о там спецслужбах российских, об их провале фактически, да, развале, может быть их покушение на Путина успешным, вот вы рассказали о теракте там на кладбище, еще где-то, но все равно он же посещает какие-то места, все равно же у него есть маршруты, хоть там двойники, не двойники, тем не менее он где-то бывает и так далее, и так далее. Это очень вероятно. Единственное, есть момент, что та спецслужба, про которую мы мало всего говорим, ФСО, Федеральная служба охраны, она в отличие от тех, которые деградировали, она наоборот постоянно усиливалась. Усиливалась в направлении, ну, зная маниакальный страх Путина за свою жизнь и видя, как он там боится и дронов, и бог знает чего, и пытается там дистанцироваться и от своего окружения, и вообще от некоторых встреч. Почему все обратили внимание, что там одни встречи 3-4 метра от встречающих, да, и близко никто не подходит. Если встреча с какими-то там людьми, то эти все люди почему-то на одно лицо, где бы они там не были, или рыбаки, или продавцы на базаре. А бывает такое, что он там, не знаю, чуть ли не в толпу лезет. Поэтому и пошла вот эта версия с двойниками. То есть ФСО там работает на очень серьезном уровне. Она всегда работала еще с советских времен. И вот этот вот профессионализм по охране одного конкретно взятого человека, они там очень серьезно держат. ФСО фактически превратилась в отдельную спецслужбу, которая занимается не только охраной лично Путина, но и социалистическими исследованиями, и работой в окружении, там, не знаю, там еще что-то такое. И даже некоторыми ликвидациями тех лиц, которые могут Путину переходить дорогу там, или очень неприятны. То есть даже это может быть повешено на них. Поэтому теракты могут быть, насколько они будут эффективны, не знаю, но это такой очень серьезный звоночек для него, что он лично стал объектом посягательства со стороны такой не самой слабой террористической организации в мире. Пускай боится, это такое, это уличное дело. Мишенью, мишенью. Да, поэтому, поэтому, да, это все, все очень для него печально. Раньше такого не было, это, по-моему, первый раз. Поэтому они пытаются переложить ответственность на, на какое-то, не знаю, там, условное международное правительство, да, там, какое-то мировое правительство, что вот нашли, нашли объект. Но никто, по-моему, серьезно это все не воспринимает. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп, это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. А вот скажите, то, что русские сразу же сделали пытки этих террористов, которых они поймали, причем пытки, которые они сняли, и показали тут же в публичное пространство. И уши отрезали, и заставляли эти уши есть, и ток гениталиям подводили, еще там что-то делали. Какой это эффект доложит? Чего они хотели добиться, и чего в итоге они добились этим и внутри, и в мире? Ну, я хочу сказать, что вот это все, они к этому и шли очень давно. Про то, что они занимаются пытками, знали все. У меня очень близкий товарищ, который там у них пять лет отсидел, это Коля Корпюк, которого в 2014 году взяли, и он там до 2019 года сидел по рейповому приговору, ему там 22 года дали за терроризм. И он прошел вот этот Владимирский Централ и СИЗО в Чечне, то есть он это все очень хорошо видел. К нему, правда, пытки в том объеме, в котором можно было применить, не применялись, потому что он был публичным человеком, и они пытались вокруг него какие-то танцы с бубнами делать, перевести на свою сторону. Но он это все видел лично, как эти люди проходили через это все. И я лично это все слушал. То есть они всегда этим занимались. Потом мы это все увидели непосредственно, когда они пришли к нам, и тут что они творили с нашими людьми, гражданскими, военными. Но самый такой вопиющий был факт, это когда вот этого парня с украинской фамилия, с украинской фамилией Журавель за уничтожение Библии, Корана, когда в публичном, в СИЗО побил сын Кадырова. И как на это отреагировало и общество, и так называемая правоохранительная система в России. Она никак не отреагировала. Были просто отписки, произошло, что произошло, это все не соответственно. Ну как, есть видео, человек под защитой вроде как бы закона и публично его унижать и бить. И все все нормально восприняли. Это был, наверное, один из тех спусковых таких вот крючочков, который выпустил весь пар в российскую действительность в публичность. И после этого стало понятно, что любая любое действие против людей, которых еще до суда назначили виноватыми, оно будет просто воспринято, ну если не на урату, то положительно в обществе. И все, и теперь, теперь фактически все эти пытки, все эти вот издевательства, которые раньше как-то, ну там вот так вот прикрывали глаза, там говорили, ну не-не-не, это не то, это не соответствует, ну давайте проверим. Теперь это все публично, и это всем нравится. К чему это все? А ИДИЛу это тоже нравится? Ну ИДИЛу это не понравилось, потому что действия были против его членов. Все это говорит только про одно, Россия огромными, масштабными шагами идет не просто к авторитарному государству, а государству такого толка, который вот как в Иране практикует публичные казни. То есть я не исключаю, что после введения, ну, снятия маритория на смертную казнь, которая, кстати, в России не отменена, она просто там моратория, то есть там ну просто какое-то там решение, не знаю, там Госдумы проголосует и на следующий день всех будут расстреливать. Я думаю, что Россия ведет именно к публичным казням. И это все будет в ихнем обществе очень положительно воспринято. Публичная казнь преступников режима. Почему нет? Виктор Николаевич, вот на днях ФСБ проводило обыски в одном из офисов криптобиржи Берри Бит. И вот сегодня Вадим Денисенко написал, что эта криптобиржа принадлежит Курченко, то есть бывшему смотрящему Януковича, соратнику Януковича, его кошельку по сути. И вот теперь Вадим Денисенко пишет о том, что так что получается, что Курченко был одним из организаторов этого теракта и тех, кто в этом участвовал, а может и Янукович, то есть непонятно какая там компания чем занималась. И тогда о чем идет речь, что ФСБ через них это все тоже курировало каким-то образом? Нет, то что они находятся под контролем и курируются и они делятся с кем-то из ФСБ, это даже не обсуждается, потому что когда ФСБ выбивает деньги из бюджета на проведение каких-то антиукраинских вещей, то понятное дело, что часть этих бюджетных денег остается у самого ФСБ либо тех, кто курирует. Это даже не подвергается сомнению. Я думаю, что все идет к тому, что те, на кого можно положить ответственность, уже закончились. Условные визитки Яроса перешли в какое-то другое состояние, теперь надо находить врагов. Это, наверное, где-то в таком контексте, как Соловьев постоянно на Монтян кричит и что я думаю, что Монтян будет одной из тех жертв, которые Россия предоставит. Видите, мы тут всех, кто против нас, даже тех, которые вроде как бы из-за нас, мы их тоже будем притягивать. Предательница, сепаратистка, конечно. Предательница любит. Я думаю, что скорее всего, что просто они начинают сами себя пожирать. И это тоже, кстати, один из тех моментов, которые указывают на прохождение какой-то стадии тоталитарного общества, когда сначала уничтожаются явные враги, потом симпатики, а когда уже более-менее прошла зачистка и нет на кого вроде как бы нападать, начинается уже чистка в своих собственных рядах тех, которые не очень явно помогают или пытаются стоять со стороны. Вот и все. На днях прошло публичное заявление Киевской военной администрации о том, что ДРГ российские активизировались в Киеве, в столице Украины, что нужно быть внимательными, аккуратными. Скажите, пожалуйста, вот такое публичное заявление, о чем оно нам говорит и действительно, какая ситуация в этом направлении сейчас. Ну, вы знаете, я катерически против этого заявления, я это уже публично заявлял, что-то они там переборщили со своими этими всеми моментами. У меня только одно объяснение, что они просто хотели взбодрить, наверное, наше общество, которое расслабилось, что мы далеко от фронта, что у нас тут все спокойно, типа, все-таки поймите, что столица, возможно, какие-то террористические акты, возможно, не исключаю, но что такое диверсионная группа. Диверсионная группа, разведанная диверсионная группа, это группа, которая должна иметь от 5 до 15 человек, это раз. Во-вторых, они должны иметь на своей одежде элементы, которые указывают на принадлежность к тому или другому воинскому подразделению, для того, чтобы их не принять за террористов. Это, кстати, в законодательстве написано, не просто так. То есть, если вы кого-то берете в плен, и по нему он в гражданской одежде, но с оружием, тогда это бандит и террорист. И он не подбирается наказанию, и к нему не относится как к комбатанту, который воюет против вас. А если вы хотите, ну, если его берут в плен, и на нем какие-то шевроны, там, опознавательные знаки, что он принадлежит, например, к противнику, тогда это, да, это диверсионная группа, и тогда к нему применяются все Женевские конвенции по этому отношению. Поэтому говорить про диверсионные группы, которые, не знаю, с оружием в руках и в российской униформе прорываются в Киев, я бы все-таки немножко приостановил такую риторику. Я думаю, что это просто было такое предупреждение для граждан, что будьте бдительны, и все. Такой страшной опасности для Киева я не вижу. Опасность есть для Сумской, Черневской области, там, да, там есть прорывы до 15 километров вглубь территории Украины, есть факты нападения на гражданские объекты, на уничтожение гражданских машин, там, людей, но Киев... Виктор Виктор Николаевич, ну, опасность и для Киева, в том числе, сейчас активизировалась для всей страны с точки зрения того, что Россия массово бомбит опять ракетами и шахедами каждую ночь, каждый день фактически, да, сейчас, причем конкретно сосредоточилась на объектах, энергетических украинских объектах, и, надо сказать, к сожалению, вот сейчас преуспела в этом, потому что разрушения колоссальные, даже по дамбе попали, не про ГЭС, что интересно, вот почему там и посольства разные сейчас опять заявления делают, что не игнорируйте тревоги, ну, для тех своих граждан, которые в Украине проживают, не игнорируйте, бегите, бегом в укрытие. Россия стала применять все больше гиперзвуковые ракеты, которые, ну, понятно, подлетное время очень-очень быстро в зависимости еще на какую территорию у нас это летит, но даже цирконы свои, которых, я так понимаю, не очень-то и много у них стали применять. О чем это говорит? Почему Путин сейчас это делает? И насколько у него ресурса хватит, опять же, вот даже по гиперзвуковым ракетам? Это как-то связано с тем, что у нас сейчас ПВО могут быть какие-то, ну, с ракетами к ПВО проблемы или что? Нет, они пытаются, во-первых, да, действительно нас истощить в системе ПВО, потому что понимают, что восполнение очень тяжелое. Это раз. Во-вторых, окно возможностей для российской военщины очень ограничено. Буквально месяц-два еще остается до того периода, когда могут появиться и Ф-16 в украинском небе, и появится дополнительная система ПВО. Правильно говорил президент насчет того, что те патриоты, на которые мы рассчитываем, и те другие системы, они же не американские. Нам помогают немцы, итальянцы, французы, Норвегия, все. Но система ПВО, кроме как ракеты, ракеты, да, действительно, американские, именно система ПВО, они нам не поставляли ни разу. Я задавал вопросы, и люди не всегда понимают. Вот, например, что такое Великобритания? Великобритания остров. Но если этот остров поместить по карте, поместить на территорию Украины, понятно, дело, что он там где-то теряется где-то в центре Украины. Так вот, чтобы понять систему, в Соединенном Королевстве на ее островах развернуто 60 патриотов. Сам патриот, это не просто один патриот, это целый дивизион, который там состоит, то есть пустовых установок еще больше, чем 60. Не знаю, там какой-то, я смотрел по Тайванию, там по Тайваню тоже около что-то 70 патриотов там плюс-минус, то есть это огромное количество. И все ставили вопрос, что, ну, поделитесь, если, я про Великобританию не говорю, но в Соединенных Штатах тоже есть патриоты, которых можно развернуть, а у нас их всего две установки, по-моему, всего-навсего, и то там одна немножко пострадала от ударов, там несколько этих пусковых установок были уничтожены. Поэтому на этом фоне понятное дело, что если бы нам подкинули хотя бы десяток и мы могли перекрыть некоторые направления, то возможности России резко уменьшились бы. поэтому пока есть возможность, они понимают это дело, пока есть возможность, у нас нет Ф-16, у нас нет всех систем ПВО, у нас проблемы с ракетами, почему не использовать эту систему и не нанести чем больше вреда, вот и все, вот самое основное, все остальное уже ложится там в канву, подготовиться там к возможному наступлению, не знаю. Давайте, давайте сейчас об этом спрошу, потому что все чаще и все больше людей и там СМИ говорят о том, что вот русские могут в скором времени к лету начать контрнаступление и активно пойти на Харьков, что они хотят захватить Харьков, окружить, другие тоже направления называются, ну вот буквально на днях Александр Сырский, главнокомандующий украинский, дал большой интервью, первое свое большое интервью в его должности, он сказал, что да, конечно, они этого хотят, но у них ничего не получится ни с Харьковом, ни с наступлением на Харьков, ни с окружением, ни с тем более захватом Харькова. А как вы оцениваете, вот что сейчас происходит вообще на линии фронта, где, на каких участках может быть действительно для нас самая большая опасность? Ну, сейчас везде напряженность, напряженность не потому, что у них больше сил, у них больше, у них больше людей, больше вооружения, но где-то критическая информация, ну критическая такая масса, которая бы могла прорвать эти все фронты, у них не сконцентрировано. Для того, чтобы прорвать либо использовать свои возможности, России надо действительно сформировать группировку, ну не знаю, там, все как-то не меньше 300 тысяч, не меньше. Почему? Потому что, специалисты говорят, для того, чтобы взять Харьков, надо полумиллионная группировка. Это для того, чтобы окружить и взять Харьков, вот реально. Для того, чтобы взять Киев, им надо миллионная группировка. Понятное дело, что Россия просто не имеет возможности это где-то взять. Она может взять количество людей, ну, моя оценка была, мобилизационный резерв России, 8 миллионов. То есть, это те люди, которые они могут где-то там наловить и сконцентрировать в одном направлении. 8 миллионов. Но это, президент, то же самое, что касается и нашей. Нам надо 500 тысяч для того, чтобы... 500 тысяч не вопрос, можно где-то наловить этих людей там, не мобилизировать, а именно наловить. Так и в России. Но их надо где-то держать, где-то чем-то кормить, во что-то одеть, вооружить, где-то найти технику, бронетехнику. И самое главное, про что мало кто говорит, командиры нужны. Как низшего звена, так и более старшие. А этого нету ничего. Они могут все, что они сейчас могут, они могут брать 30-40-50 тысяч в месяц и затыкать те дыры, которые у них прорываются там. Мы можем просто видеть, мы же видим уничтоженных противников плюс-минус где-то тысяча в день. То есть плюс-минус 30 тысяч в месяц. Но это ориентировочно. Но это же мы видим только тех, которые уничтожены, погибли, имеется в виду. А есть же еще санитарные потери, есть еще там, ну, больные, не знаю, там еще какие-то там, коллеги. И это все накладывается на вот этот вот мобилизационный резерв. То есть накопление, накопление должно быть в разы больше. Они, они должны действительно где-то это все сконцентрировать. Мы этого не видим. И надо понимать, что происходило в феврале 2022 года. Ситуация была ну, ну, просто в разы хуже. Мы были слепые, условно слепые. Мы были не всегда морально-психологически готовы. И мы смогли задержать их на главных направлениях. Причем враг был намного сильнее, чем он сейчас есть. И в технике, и в кадровых военных. Поэтому проблемы есть. Их надо понимать. Но для того, чтобы начать наступление, про которое говорил президент, им надо накапливать эти силы уже сейчас. Этого никто не видит. То есть для того, чтобы накопить силы, подготовить их и начать какое-то наступление, им надо хотя бы месяц-полтора. То есть вот если мы сейчас вышли на апрель, ну, вот если за апрель ничего не поменяется, то точно они в мае ничего не начнут. Если не позже. То есть нету просто про что сейчас говорить, потому что нету действий с их стороны. А все остальное это запугивание, это такая психологическая атака на украинское общество. Вы сказали про май. 9 мая интересное событие планируется. Эрдоган заявил, вернее об этом написали сейчас американские СМИ, то есть подтверждая эту информацию, визит Эрдогана к Байдену. То есть Эрдоган полетит в Вашингтон, это первый будет визит, потому что до этого он летал к Трампу, президенту, с Байденом впервые. И, конечно, все ждут, что же будет обсуждаться на этом визите. И какой план Эрдоган повезет Байдену по Украине, какие предложения, потому что явно, что тема Украины будет подниматься, тема войны России против Украины, возможно, что тема Крыма. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что после этой встречи может для нас поменяться, и действительно, что там может, о чем там могут говорить, учитывая, что тема переговоров, Украина, Россия, Америка, вот все непонятно, там Путин постоянно о каких-то переговорах, она все равно постоянно в информационном пространстве так или иначе муссируется. Ну, к сожалению, действительно, хотим мы этого или нет, а это действительно муссируется, и те там консервы, не консервы российские, не знаю, там, какие-то полезные идиоты российские, еще кто-то там за деньги или просто так пытается поднять эту тему на щит и донести до общества, что давайте заканчивать, никому она невыгодно, понятно, что надо заканчивать и никому она невыгодно, но когда мы говорим со стеной, которая сказала, что все, мы все сделали, это наша территория, мы никуда вступать не собираемся, хотите переговоры, давайте, то есть нас сейчас пытаются усадить за переговорный стол с монолитной стеной, которая не готова на вообще никакие компромиссы, а компромисс очень простой, уходите с той территории, которую вы захватили после 22-го года, хотя бы, хотя бы, потом будем общаться, на ком основании, там, не знаю, восстанавливать какие-то возможности по Минску, президент, кстати, это сказал, но Путин не готов, почему, потому что вся вот эта компания, которая начиналась еще с 14-го года, она была направлена на несколько таких моментов, во-первых, Крым беззаврочно уходит в Россию, и Крым должен быть обеспечен сухопутным коридором, водой и электрикой, россияне сами, не знаю, выстрелили себе в ногу, уничтожили Каховское водохранилище и уничтожили возможность получения воды из Днепра, то есть один из этих элементов уже уничтожен, если мы выйдем на побережье Азовского моря, никакого сухопутного коридора просто невозможно в Крым на каком основании, то есть через нашу территорию, то есть Крым России без сухопутного коридора не нужен, электрика, которую они захватили за прорско-атомную, они законным основанием использовать эту электрику не могут, они не могут ее запустить до сих пор, потому что кроме того, что ее надо запустить и еще надо легализировать в мире, что это, ну, она фактически украдена, если они только ее запустят и эта электроэнергия пойдет в систему России, однозначно МАГАТЭ должна на это реагировать, потому что система безопасности этой электростанции под большим сомнением, они никогда не сервисируют вот эти все протоколы по безопасности, потому что туда не допущены люди, которые имеют допуск по международным стандартам, то есть электростанция тоже не может быть полноценно использована, остается сухопутный коридор, ну, если Украина все-таки сменит, сменит, ну, сменится ситуация, а то, что она может смениться в 25-м году, про это все говорят, то есть вот эта вот возможность России держаться на таком уровне, на котором она сейчас держится, заканчивается где-то в начале 25-го года, ну, реально, по экономическим всем показателям. Может быть, в 25-м году? В 25-м году может быть то, анонсируя на нами контрнаступление, про которое Путин больше всего боялся в 23-м году, наше, наше контрнаступление, потому что возможности России в бронетехнике, в снарядах, еще в каких-то там вещах, они просто истощаются. Если у нас... Возвращаясь к Эрдогану и Байдену, они о чем-то будут говорить? Да, Эрдоган единственный лидер западного мира, условного западного мира, который общается с Путиным. И это тот канал, который есть у Путина. И Путин через Эрдогана будет передавать информацию, что мы там готовы на какие-то уступки, на какие, я просто себе просто представить не могу. Ну, потому что какие могут быть уступки, когда они сами себя загнали в угол, включив в свою конституцию Запорожскую и Херсонскую область? Нет, я не верю ни в какие уступки, я верю только в смену режима. Вот когда Путина там не будет, тогда они отдадут все, что они забрали. Вот. Я в этом имею в виду, что... 2001 года, да. Эрдоган приедет и скажет, что вот мы тут говорили, и они там готовы на что-то, хотя бы на какие-то контакты. А позиция Америки должна быть просто четкая. Нет вопросов, будем договариваться, но без Путина. Дайте нам кого, с кем можно договариваться. С Путиным договариваться невозможно. Вот и все. И это будет один из тех вариантов, после которого Эрдоган поймет, что он сам не сможет это все перебороть. А ситуация такая. Я, кстати, думаю, что один из вариантов, что Эрдоган будет говорить, там не только касается Украины, там будет еще один вопрос очень интересный, который вроде как бы не касается нашего завора, но очень интересный, о возможности в будущем включения в НАТО Азербайджана и Армении. О, интересно. Да, это очень интересный факт, почему? Потому что с одной стороны за Азербайджан стоит страна НАТО Турция, а за Армении стоит страна НАТО Франция. И они говорят, что мир на Кавказе будет тогда, когда обе страны будут в НАТО. Это такая же ситуация случится, как и была с Грецией и Турцией, когда они одновременно вступили в 54-м году в НАТО и таким образом противостояние. Ситуация такая полугорячая все равно остается. Мы же видели по Кипру. И это тоже очень сильный огромный удар будет по России. Огромнейший, невероятный вообще. Почему? Потому что те возможности, которые Россия использовала по постоянному напряжению в этом регионе, это как раз Армения и Азербайджан. Если они уйдут из этого поля, концентрация внимания с Украины в России будет просто уничтожена. А потом уже пойдет и Грузия. И я почему про это говорю, я не исключаю, что только после этих трех стран возможно будет вступление Украины в НАТО. То есть вы думаете, сначала Азербайджан, Армения и Грузия могут вступить в НАТО только потом? 100%. Кстати, у них намного больше вариантов, чем у нас, к сожалению. Но мы же готовы к этому вообще, готовее даже некоторых стран НАТО. Да, но у нас война и часть территории оккупирована. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за этот разговор, очень интересный и очень профессиональный, фаховый бесседа. Спасибо и до следующих разговоров, до следующих встреч в эфирах. Да, до свидания, спасибо вам.